МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В конце 1980-х-90-х годах прошлого столетия. 15 февраля этого года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов торжественно передал автомобиль в экспозицию музея. История чайки начинается в далеком 1959 году. За все это время, вплоть до 1988 года, было произведено 4300 экземпляров. Чайка производилась в двух основных версиях. Это с 1959 по 1977 год ГАЗ-13 и с 1977 по 1988 год ГАЗ-14. На чайке были установлены 6-литровый 8-цилиндровый бензиновый двигатель, сложная система вентиляции и отопления с двумя отдельными отопителями, встроенная система кондиционирования, электростеклоподъемники, кожаные или велюровые кресла. В общем, все, что было необходимо для комфортного пребывания внутри авто высшего руководства партии. Выставочные модели мы можем подробно все рассмотреть. К сожалению, в 1988 году производство самого красивого автомобиля Советского Союза было остановлено. Более того, были уничтожены техническая документация и оборудование во время кампании руководства страны, так называемой борьбы с привилегиями. Советским чиновникам было приказано бросить этот предмет роскоши ради менее престижной «Волги». В результате идея восстановления производства «Чайки» в 1990-х годах полностью провалилась. Летом прошлого года экспозиция музея пополнилась уникальным экспонатом «Советский М-72», выпущенный в 1943 году. Решение о начале его производства было принято в начале 1940 года. Выпуск первых моделей был развернут уже в 1941 году на Московском мотоциклетном заводе. А затем производство основательно перенесено в город Ирбит. В его кооперации участвовали крупные предприятия Советского Союза. ЗИС изготавливал двигатели, ким, коробки передач, газ, задние мосты и коляски. Дело в том, что это самый легендарный советский дедушка советского мотопрома. Это мотоцикл, благодаря которому остановили поход немецких танков на Москву. Это буквально дело в том, что в люльку этого мотоцикла устанавливали как противотанковые ружья, пулеметы, легендарный пулемет «Максим». И любой из видов и образцов оружия можно было установить на этот мотоцикл. И благодаря своей маневренности эти мотоциклы решали какие-то очень важные задачи в условиях стратегического боя. Поэтому мотоциклы были незаменимы. Накануне 75-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне хочется подчеркнуть, что мотоцикл М-72 внес свой огромный вклад в историю этой страшной войны и помог приблизить час долгожданной победы. Мотоцикл производился крупными сериями вплоть до 1960 года. В середине 1950-х годов поступил на гражданский рынок. Всего было выпущено почти 10 тысяч машин. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова